Вторая половина 17-го столетия. Это был и есть военный храм. Михаил Архангел, руководитель небесного воинства, считался покровителем воинства земного. Поэтому чаще всего военные храмы посвящались именно ему. Рядом здание бывшей мужской гимназии, 19-й веке. Здесь учился наш земляк Николай Алексеевич Некрасов. Затем стоял военный полк, сейчас военный госпиталь. Справа церковь Спаса на городу 17-й век. Построена в честь Спаса Вседержителя. С пределом Серафиму Саровскому. В 17-м веке рядом с храмом располагалась городская торговая площадь. Отсюда второе название. Спаса на городу, то есть на городской площади. Справа со стадиончиком, посмотрите, пожалуйста, еще раз направо. Небольшая церковь 17-го века в честь Николая Чудотворца. Одного из самых почитаемых на Руси святых. О степени почитаемости говорит тот факт, что ему у нас на Руси на каждую неделю по четвергам положена отдельная служба наряду с апостолами. Многие специалисты считают, что именно эту церковь Саврасов изобразил на своей картине «Грачи прилетели». Но сейчас мы подъезжаем к самой древней части Ярославля, территории бывшего Ярославского Кремля. До наших дней Кремль не сохранился. Он сгорел в 17-м веке, так как был весь срубен из дерева. Но еще до основания Кремля его территорию заселяли язычники. Поселение называлось «Селище Медвежий угол». Они поклонялись священному зверю-медведю. По легенде, князь Ярослав Мудрый, который в то время княжил в Ростове Великом, Решил обратить жителей Медвежьего угла в христианскую веру. Но тени, желая поколяться, выпускают из Клите на поединок своего священного зверя-медведя. Ярослав Мудрый не растерялся, в рукопашный бой не вступил. Достал боевой топор в секиру и мишку зарубил. Обратил жителей в христианство и приказал основать здесь город, который был назван в честь него Ярославлем. Дата основания – тысяча десятый год, ну а герб – медведь, который держит в лапе секиру. Сейчас мы с вами выходим, пешочком пройдем по территории бывшего Кремля и дойдем. Новый кафедральный собор в честь праздника Успения Божьей Матери. Первый кафедральный собор на этой нифте был построен в 1215 году. Небольшой каменный одноглавый храм. В 16 веке он сгорел, но его вместе новый построили. Тут выгорает начальник 17 века, строят третий храм. Третий храм стал давать трещины. Разобрали, построили четвертый. Четвертый пробежался до 37 года. Зарвали. Это уже пятый по счету храм. Это чисто новодел. Он не похож ни на один из предыдущих храмов. На 4500 прихожан. На деньги частного спонсора, московского бизнесмена Виктора Терышкина. Это был его подарок Ярославлю в тысячелетие города. Тысячелетие мы отмечали в сентябре 2010 года. И 12 сентября 2010 года храм был освещен. То есть совсем еще новенький. Вперед. Конструкцию. Мир немножко расширен. В конце стелуса, так называется, стелл-тысячина. В новой фонтанке. На самом деле всегда стоят все люди. Ваши на стелл-тысячинах, они поют. Зажим, там они поющие. Вечером еще подсветка включает. И внизу, там, видите, наш герк. Сейчас теперь цветочка будет. Все сфотографированы? Все у нас здесь? Или не все еще? Нет, мало народу везде. Ну, подойдите поближе, посмотрите. Да, давайте, конечно. Тогда город получает из Петербурга регулярный план. По плану город бы раздьем на центр и окраины. В центре запрещено было строительство деревянной стали. Выбирался храм 17 века. Вокруг храма разбивалась просторная площадь. И уже от площади во все стороны шли прямые улицы. С 18 века позже стал административной. Административной осталась и до наших дней. В этих трех зданиях размещается администрация области. Только справа и слева это 18 век бывших и существные места. А между ними бывших актов партии. В 80-е годы Советского. Улица Андропова, бывшая Ростовская, затем Екатериниевская. Расформировалась станция 18-го, 1-го числа и 19-го столетия. Тогда же на улице появились и первые каменные поселения. В зеленьком здании в 18 веке была создана первая у нас в России провинциальная портретная генемия. Где были представлены, как писали газеты, телесные черты великих мужей города, меценатов типа правительства. Художественные музеи и сейчас нас один из лучших в правительстве. Желтые тайны с колонками, бывшие гостиницы Столбы в 19 веке. Многие большие популярности умерли в Масличную неделю. В понедельник в Масличную неделю ставших обильного врача. И только здесь для них купили специальные длины, начиненные с большим количеством гостиницы варёных кинетках. Курицы и яйца, которые существуют символы по дороге, чем больше молодец съедать, но больше потомство читалось. Где написано ВТВ, это Гаслиса Брестов, Гаслиса Остала. Но хозяин в Тедрине называл его в городах по цене. Не в том, чтобы было такое модное словечное бурдение, а просто, кроме футбол, ресторана, печь, 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 печь. В этом году на крышем девушки восстановить, которые посетители извлекали, а пришели, и мы не сожгли. Дальше мы будем на одном ходе с целью. И часовня Александра Невского. В 19-й годе 19-го века. Одна из красивейших Ярославцев. В конце 80-х годов, 19-го столетия, семья царя Александра Третьего совершила путешествие по Харьковской дороге. По ступень плотнух, но чудом вся семья усилена. И участвует чудесного события во многих хорьких городах, и были возведены чудови Александра Невского. Александр Невский всегда считался одним из поправителей царской семьи. Так, здесь я с вами прощаюсь. Отправляемся мы с вами в путешествие по славной матушке Волге. Отправляемся мы от речного вокзала, который был выстроен на Ярославской земле в 1975 году. Из 1975 года радуют нас на Ярославской земле пребывающие теплоходы со всех концов Матушки России. Сейчас уже полностью открылся период навигации, и поэтому вы видите на причале новые теплоходы, которые припаркованы на речном вокзале. Отправляемся мы с вами... Да? Что это делите? Вот так нормально? Нормально так? Да, абсолютно. И отправляемся мы с вами вниз по течению реки Волги. Волга на территории Ярославского края и широкая, ширина ей всего 800 метров. Вот с правой стороны по движению нашего небольшого теплохода открывается панорама древнего града Ярославля. Датой основания Ярославля пленится считать 2 августа 1050 года, когда на эти земли пребывает роскошный мяс Ярослав Мудрый, его непременно воскрешают местные жители, украфельские племена. Возникает столкновение между княжеской дружиной и местными жителями. Победила, конечно же, княжеская дружина. И в знак этой победы, и в знак победы местных жителей, Ярослав, певица и строительство, и дает ему свое имя Ярослава. Ярый, весенний, светлый, солнечный. Таковы определения этого слова. И вот такой Ярослав, бесчелетний, сегодня и встретил вас. Он встречает вас своими красивыми набережными, своими церквами, у пола которых видны среди деревьев, расположенных на высоком колбистом левом перегу реки Волги. Естественно, земляной вал сохранился до настоящего времени. Он был укреплен в 19-м веке, была разбита верхняя набережная. Были специально изготовлены чугунные решетки, которые с того далекого 19-го века украшают Волгскую набережную. И случайно в одной из песен поются про Ярослав. В твоих кадрах узор чугунный. Волгская набережная, благоустроенная в центральной части города. Протяженность ее примерно 3,5 километра. Это место отдыха, место прогулок, место жителей. Напротив самого здания речного вокзала и далеко в сквере установлен памятник Николаю Алексеевичу Никасову, который провел свои детские и юношеские годы на Ярославской земле. Именно он пел на славу Волге, на славу Ярославской земле, и был очень сильно и тесно привязан к этому краю. Он смотрит на волжские просторы, и невольно напрашивается слова. «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?» У пола церквей спрятались за деревами, за двумя ярусовели, которые высажены по всей Волгской набережной. Дезначально они были высажены для того, чтобы укрепить оболзание берега. А в настоящее время они являются дополнением, декором, украшением красавицы Волги и ее набережной. С правой стороны асфальтовая дорожка спускается прямо от Волги, от знаменитой волжской беседки. Беседка эта была выстроена в 19-м веке. Была выстроена у дома одного в Бельскине Матери по фамилии Эн Кушин. Эн Кушин владел крепким телом. Он возил муку, он возил хлеба, был человеком-мужчим. Обеспеченный, я одновременно был добрым, делал пожертвования на строительство города. И вот в знак того, чтобы ответить этого человека, ему разрешили персональный спуск на Волгу, в его кузовом судах. И вот этот спуск по-прежнему существует. И носит название Мякушинского спуска. Сразу за беседочкой веки-пухала в церкви Материства Христова. Церковь устраивает наследство кубцов-морьевых, которые занимались кожным тропысловом и договаривали далеко с пределами Ярославля. Особенности церквей Ярославской церкви. А в настоящее время Ярославль сохранилась 38 грамм. Из них 37 памятники архитектуры середины XVII века. И только один памятник XVIII. Кубцы, чтобы поднять свою значимость и показать свою любовь к родному городу, устраивали церкви за свои личные средства. Вот и так же сделали Гурьевы. Гурьевы при строительстве этой церкви впервые использовали именной архитектуры поя. Это такая линия, которая идет по верху, перед самыми клавками, где было обозначено, что главный граф был выстрел кубцов-морьевым и его созданиями. Еще один костерпец спускается в острые набережные, прямо к берегу реки Волкин. Такие пятиеватые лестники, они были разбиты здесь, как прогулочная зона перед домом губернатора. Судьба губернатора Ярославского края была очень радостной. И когда прибывали сюда губернаторы, они не имели своего жилья, и их нужно было выстраивать новые особняки. Благодаря губернатора Безобразова в 1824 году был специально хрустный дом. Вот это желтое сомнение, которое сейчас будет видеть с правой стороны подвижение нашего судна. Дух этаж на осетничок в настоящее время там расположит мирозавский художественный музей. Перед ходом в этот дом губернатора устроена такая специальная площадка, вот она выступает и уходит как-то внук с основной набережной. Эта площадка для размещения духовых оркестов. Приклад к тому, когда приезжали именитое важное гости на Ярославскую землю, потому что культуру было приятно, и они останавливались в уголках своих номеров, где отдыхали. И слышали приятную музыку духовых оркестов. Но в настоящем времени эта площадка используется по своему прямому назначению. Во время месяца и каждой субботе и воскресенье здесь играют духовые оркесты. Очень любят собираться люди пожилого возраста, танцуют вальсы, исполняют военные песни. Это людям доставляет радость и создают такое праздничное, весовое настроение. Также с правой стороны вот на воде расположена одна из гостиниц. Гостиниц на воде. Волшская жемчужина само название говорит о том, что она расположена на берегу реки Волги и принимает гостей прямо на ее русле. Гостиницей является одной из лучших Ярославля, и мы идем останавливаться отдыхающие. Желтые сапоги, которые находятся на берегу Руси-Набережной, это древние купеческие дома. Вот такой красивый, вот, с красами окошкой, такой, с колобольчиками, которые свисают такими девочками на окнах. Это одна из первых лечебниц на остальных. Главная больница Каурова, которая была выстроена и просвестилась она, где может он доме, осваившим ее помещением, она оставила в руках. И больница предназначалась для лечения больных малообеспеченным. Впереди вот такая арочка мостик в Ядок. Это сохранившийся арочный мост через лук с полки на территорию Генведевского ограда, так называемого Волчьего рота. Ну, потому что ручей под названием Волчий здесь протекал. В настоящее время это просто мастер-пиадок такая душеводная зона, но сохранен как памятник архитектуры. Сохранились полосы, по которым когда-то двигались ворота. Сохранились все перепрытия. Башня стражевая около этих городов носит название башни арсенальной. Название говорит о том, что в этой башне хранилась Камужева, и она предназначена для лавы для охраны города. Купала золотая Ирина Кимфиновская церковь, одной из первых церквей на территории Ярославля. В момент основания Ярославля князь Ярослав Мудрик повелел построить кран во имя Ирии Пророка, потому что Ярославль был основан в день этого покровителя. И вот один из памятников архитектуры Ирина Кимфиновская церковь, 19 век, архитектор Агромий Мельника. Красота трассов Ярославской земли, Ярославской среды, Успенский собор, который был восстановлен тысячелетним юбилеем Ярославля. Молодые купола, уникальное петербургальное сооружение было восстановлено в праздновании тысячелетия Ярославля. Наследство национатов, спортивного строительства этого храма в Баре Стеречке. Уникальные зернастовые росписи, уникальные мозаики украшают данный храм. В настоящее время отъемка этого храма еще продолжается. Но это уже главное потенциальное ухождение на Ярославской земле. И там граница мощи Ярославских святых Ярославских чудо-звотов. Петербург, Добрия, Добрия и Константина. Это здесь все на яме, в которой прославили и защитили наш город. Наши походы плавно продолжают в прессе. Перед искусством который символизирует место слияния в воде и подростки. Для подросток остается в стране Стераку по пустой сторонам улица. Подросток она неудробитская. В переводе на современный русский язык означает река Утремиса. От этого прессия и детей преснестеваются. Было решено на полный вот это место слияния двух лет и в виде там в саду на парке Моя зона. Произданный парк полностью вековая история слияния и слияния Верослава. В 2010-м году здесь работали света на суббатие фасад по сравнению в основе и красивых причин ее время. И из любит от их вольфу держителей Верославля подаст люди приезжающие в этот экран. Снух которые находятся на самой крайней точке этого влеса. Это слияние Верослава. и league Мы сегодня праздwhat идет контррев Но вас привлек и Жел Наст! Став в внутрь который смотрит на всех admits средств делать судьбы арбузл жест Sage лич Av средств фотор 보 От одного есть ансамбль «Зевырька» и «Раиславская» У нас были ансамбль «Зевырька», как в основном ансамбль «Красы» и «Красы» и «Красы» в düny Yayara, получили заход Эдизель, для всех людей, они живы на улице, Зевы заливали с водой, это давало возможность Презарствовать с большим галитарным кусочным питательным травмом И из этой травы, как и дискотек, выращивали коровы, выращивали огни, и Слободон не учил это название, да? То есть, Слободон, это было с полночным разговором. И из этой травы, как и дискотек, выращивали коровы, Слободон, первая университетная церковь Иоанна Павловича Путеклава, которая в русском языке и барабанах очень красивое сооружение, нарядочная в Владимирской церкви, были выстроены на средства местного субтитров и на средства посадки людей. То есть, люди обладали достаточно денежными признаками для того, чтобы создать красоту на территории своего небольшого района. Особенность этого травы заключается в том, что он, среди, предоставя обрядча с рецептами, эти события произошли уже в господинской церкви, а в Новосоветской церкви тут были слады. И поэтому данные памятники требуют вложений для своей реставрации. Аксамбль получился благодаря тому, что в местном церкви есть такой заборчик, и вот такая сверху церковь, это искренне, что важно стоит. Это как бы вход на территорию данного аксамбля, и получился такой, как бы кремль в миниатюре. Также украинной особенностью церковь является окно, окно, которое выходит к нам в Волгу. Вот сейчас чуть-чуть на Украине, где мы будем встретимся. Вот это церковь, остатное окно, как у нее свою особенность, в таком случае, очень полезно, украшенными сродцами. И решение пары вот этого ограничения, или попсиды, как она закрывает, достигается 20-30 метров. И это окно, окно, в 10-х карточек, в Ярославской церкви и в Терапово. Вот как раз сейчас наш пара ходит, сворачивает, и вот это окно, остальное части, очень хорошо, все видно. Это окно, что при этом украине, что говорится так, что застанет в мире, и носит позвание, она перестала все свечи за свою удачницу, за свою греботку. И так вот, как стрела, она выстреливается вверху, это свечи-то, главное, горящие свечи. Все знаменитые дядя Киляевы. Он сбежал из Архангельского возраста 17 лет. Перед этим пальчик очень много мечтал в себе, всяких ситуаций, нафантазировал, начитал зоны Черныйшевского, в частности его романской дела. Он хотел быть как ракетом, хотел испытать все трудности жизни. Сбежал вели русский на русскую землю для того, чтобы поступить, служить в атаку Бурлаков. Мечтой его было стать шишкой в этой атаке. А вот уже новое явление на матушке Волге. Вот у нас уже такие частные суда, такие полупиратские, такие красивые, такие вот с правой стороны подвижения нашего судна. Это у нас уже частные суда, которые сейчас занимаются грузом, обслуживая свадьбу, как право зимой, как право зимой, и мероприятия. Всевозможные суда, всевозможные теракты, это сейчас по Волге. Также по истинному левому берегу реки Волга проходил и Бурлаковский. Не только Бурлаковский, а еще и Патричный тур. И знаменитая Владимирка, о которой писали и композиторы, и певцы, и писатели, и поэты. Дорога Катичников, дорога политических целей, она проходила как раз по нестинному, и по нестинному, голодистому берегу реки Волга. И топит этот берег, этот облисток и революционеры, и политических, и уголовно заключенных. Ну, в настоящее время, конечно, уже заключенных в кандалах, в цепях, уже на берегу реки Волги мы с вами не увидели. И мужские передачи всегда привлекали к кинематографам. И на левом берегу, вот среди лесов, среди лесов, среди лесов, где снималось большое количество фильмов. В частности, фильм «Ярослав Мудрый» снимался на местных зеленых насаждениях. Киль «Ярослав Мудрый», где его сниматься можно по «Ярославлю». Район этот берег, это спальня, и в настоящее время промышлено его набрать нельзя, потому что промышленные связи между предприятиями излишены. И вот сейчас крупные промышленные предприятия, входящие в обновлении автодизель, сейчас являются самостоятельными и сами ищут пути и выгоды из совпавшейся ситуации. По строительству Рыбинского водотранилища, то есть до 1944 года, когда были затоплены первые шлюзовые камеры, когда были приняты меры по регулированию уровня воды в городе, здесь, по левому берегу, проходила детская железная дорога, которая соединяла жилые районы с пионерскими лагерями, местами загородного отдыха школьников, Ярославских школ, но в связи с затоплением железной дороги, перенесли в другой более дорогой участок, но также на территории Заводжского района. Сейчас русские берега слинили место с собой двумя автомобильными и одним железнодорожным мостом. Но такая связь с автомобильными мостами здесь появилась только в 1967 году. До этого далекого времени здесь была коронная переграва. После 1612 года событий, связанных с установлением на территории России правления династии Романовы, ополчение имени Паженского, которое шло освобождать Москву от пульско-литонских континентов, пополнялось и снабжалось продовольствием оружием и другими средствами. Именно на Ярославской земле экспортировала ополчение более полугода и принимала это ополчение в монашество Спасо-Превраженского монастыря. И вот монахам было дадено такое право, что под благодарность за участие в формировании ополчения молодежи в Молжской перехауле. Когда грузы прибывали сначала обозами, вазами, целеками, а уже в конце 19 века и железнодорожным транспортом эти грузы доставлялись до Молжской набережной, до правого берега. Здесь происходил перегруз этих товаров на паромы. И паромы были и грузовые, и пассажирские. И эти паромы доставляли грузы на противоположные перекрытии волн. Благодаря этой службе монахи Спасо-Превраженского мужского монастыря были очень богаты и могли позволить им бескричную жизнь. Но в более поздние годы, то есть с конца 19 века, эти переправы стали владеть купцы Кашины, которые выкупились от крепостного права и прибыли на Ярославскую землю и организовали здесь само говоря, производство. Производство было с готовлением валенок и валеной обуви. Купцы Кашины организовали свое предприятие и сумели выкупить монаху, простую переправу. Это был уже 19-й лет, это было уже технически оснащенное средство, это были сложные системы этих паромок. Достаточно сложно было переправляться через Волгу в тот период, когда лед еще не растает, и тогда он еще не встал. И для этого использовали всевозможные деревянные помосты, которые скидывались из берега до того места, где лед уже хорошо сформировался. По сути дела, в тот период пока не кидат, и пока еще вон не встретился, нельзя было осуществлять прокурсу дамы. Через Волгу переправиться было невозможно. Но если уже сезон переправил, устанавливался, а сезон был так, и так, и так. Переправляли как грузы, как и индивидуальных пассажиров. И есть такая занятная история, связанная с Ташиной и с теми людьми, которые занимались переправкой людей через Волгу. Особенно в Семье время. Медвы все изобрели такие специальные самки, и в них закреплялись люди, по подобию рикши. И вот такие рикши-санки двигались с одного берегу ноги на другом. Но хотелось бы отметить осторонность и хваткость мярославского человека. И эти люди, которые работали с такими рикшами, они оказались не очень ловкими и хваткими. И даже не платили за сладу. Ей предполагалось, что в вечере и ночное время они сами неплохо себе заработают на пропитании. Так оно и получалось. В настоящее время переправа осуществляется двумя автомобилями и одним железнодорожным мостом. На левом берегу был установленный кран во имя Гуре и Савы, покровительной семьи. Когда-то было множество храмов и на Завонской стороне. Во всем их были уничтожены годы советской власти. Данный храм установлен тысячелетие Ярославия. А вот сзади него, как раз и находится, то самое высокого вояльное предприятие. И как отмечают исторические ведомости Ярославского края, в девятнадцатом веке впервые появилась в Ярославле реклама. Причем реклама объемная. Кашин изготовили огромный валенок почти шестиметровой высоты. И этот валенок они установили на комнате вот недалеко от ниги восстановленного храма. То есть такая реклама обувки того далекого времени. В настоящее время высокого вояльного предприятия является действующим и по-прежнему в большом количестве выпускаются и классические валенки, а также и другая валеная обувь. Ну, сейчас очень хорошая погода установлена здесь у нас центральная часть России и вот на городском пляже, а это один из самых популярных пляжей, который у нас сейчас и с правой стороны подвижения сонна на иеропластную землю. Жители Заолжского района любят этот и так, потому что там всегда очень рыхлый, очень чистый песочек, который ежегодно завозят для благоустройства данного пляжа. Субтитры Встреча У нас с вами автомобильный мост, который носит название моста Октябрьского. Так, данный мост был в 1967 году и в год 50-летия советской власти. Архитект Продолжение этого моста является Владимир Уламов, брат знаменитой балерины. Впервые в Советском Союзе были применены методы новые для строительства этого моста. Конечно же опоры моста были классические, но вот эти арочные перекрытия между опорами, они выполнены по современнейшим технологиям того времени. Мост находится на клеевой основе, травоса удерживающая весь мост, склеенный между собой специальными средствами. Мост является автомобильно-пешеходным, и когда его открывали, то местные жители, конечно же, уже привыкшие к дорогой переграве, они с большим таким сомнением относились к этому мосту. В поре было сказано, что мост приуклеенный. Мост движения по этому мосту является очень интенсивным, поэтому, при счастье, наверное, жителей Ярослава, этот мост у нас постоянно ремонтируется. По левую сторону ремонтируется, по правую, и постоянно, и в настоящее время движение открыто по этому мосту только для общественного транспорта, потому что покрытие очень быстро крутится, и его меняют очень-очень часто. Разгружает этот мост, но с другой автомобилем, который находится в радиусе кольцевой дороги Ярославля, вот он находится за железнодорожным мостом, это современная транспортная развязка, связывающая центр России с Молоткой, Саркандинским и с другими регионами России. Одинная история связана со строительством железнодорожного моста через Волгу. В долгие годы этот мост был единственной транспортной магистралью, которая связывала с Крестом, Северным и Дальним Востоком. Это был до недавнего времени единственный железнодорожный мост через Волгу. Носит название этот мост Романовский, потому что он был открыт в год трехсотлетия дома Романова. Сам руковод 2-й приезжал на торжественное открытие данного моста. Мост был необходим для развития железнодорожного транспорта, так как существовала железнодорожная грузовая пассажирская станция в Ярославле с 1870 года. Это железнодорожная станция Ярослав-Москва. И существовали железнодорожные станции, которые было положено на левом берегу реки Волга. И грузы приходили доставлять до берега Волга, переставлять коронами и далее опять перегружать в проезда. Поэтому и решено было соединить грузские берега к железнодорожным мосту. Были приглашены лучшие специалисты того времени. Специально для того, чтобы устроить ограды и украсить этот мост, и сделать его защищенным, красивым, привлекались удиловские рабочие. Специальный металл, который шел на изготовление вот этих арочных перекрытий. Настоящие арочные перекрытия, это уже современное. Это уже конструкции 2000-х годов. А изначально эти перекрытия напоминали в Волагонских проживах. И изготавливались, как и для первого моста, вручную, вручную, такими специальными металлическими гвоздиками. Вот этот сложный орнамент вырисовывался, и мост как бы был воздушный и летящий вот такой над молдой. Для того, чтобы этот мост стал действующим, проводили ряд сложных испытаний. Но все равно перед тем, как запустить мост в эксплуатацию, случилось непредвиденное. В одну сильную грозу, буквально за несколько дней до открытия моста, средние пролеты моста трогнули. И это было, конечно, таким тяжелым и трагическим событием. И поэтому, когда спустя год этот мост уже открывают, уже отремонтированы, нашли, чем была ошибка. А ошибки, оказывается, и царские инженеры допускали вот такие ошибки в расчетах. Машинисты, конечно, долго не хотели ехать по этому мосту. И, как рассказывают очевидцы, они долго-долго молились, уезжая на это сооружение. В настоящее время мост также является действующим. Его периодически реконструируют. Он принимает поездок из центра России, которые следуют на север и на дальний восток. Но до Великой Отечественной войны в Ярославе не было ответа в военных действиях. Предметом нападения фашистов на Ярослав был железнодорожный мост. Но женщины, которые были в Телу, которые оставались здесь в своем доме, они защищали и Ярослав, и защищали мост. Были созданы специальные бригады, защитники моста. Ни один снаряд, ни одна фуя не попали в обороту железнодорожного моста. Если бы мост не удалось пойти, то в ходу Второй мировой войны, наверное, сход войны будет другой. Потому что очень сильно будет нарушиться ритм военного обеспечения. И это не позволило бы так завершить Великую Отечественную войну. Впереди подвижения картина у нас остается новый автомобильный мост, где сзади моста Один из первейших обителей Ярославского края, который в этом году включает свою сильную события. Это Толстское обитель. Бывший Толстский мужской монастырь. В настоящее время Толстский и пожарский монастырь. Они с красивейшими, безбодавнейших монастырей. Мы смотрим, что будет красивее. Вот он, вот он. Мы возвращаемся... Она пришла, сюда подлетала, я вам покажу. ...берегом Волки. И мы здесь, да, живем на дорожном мосту. Правый берег Волки выглядит, конечно, уже не так и обязательно, как центральная историческая часть. Но это промышленная зона. Промышленная зона – это крупные промышленные предприятия. Ярослав был центром индустрии, реализации всей России. И здесь возникали в годы советской власти крупные промышленные предприятия. Ярославский шинный завод, завод синтетического каучуба, пабликотетических тканей, пабликотетского детмических изделий. И все эти промышленные предприятия располагались в излагированной, малооблитой черте города. Здесь в мировозе промышленная зона. И вот эта промышленная зона тянется от железнодорожного моста до современного моста развязки. Здесь находятся крупные химические предприятия Ярославского района. Такая занимательная история произошла с Максимом Борьким, когда он приезжал на открытие Ярославского шинного завода. Это было предприятие первое в России, где располагалась искусственная резина, искусственная каучка, готовилась резина. Эта резина изготовилась в попрыжки. И когда готовилась открытие этого предприятия, работники этого завода решили поползать мечицы перед великой комиссией, перед великими гостями и изготовили красную резину. Мы предупреждали воздух, букет из красных резиновых роз. Конечно, писатель человек такой эмоциональный, он с восторгом, с радостью принял эти дары. И потом он старинные воспоминания записывал свои, писал о Ярославской земле. Мы, конечно, как, наверное, многие из нас, он был не силен в этом химическом процессе, но все и не знали, как изготавливают эту резину. Одно, что Ярославская земля это страна сельскохозяйственная, ну, какие вот обычно бытовые знания человека, они отразились в его заметках. Вы знаете, какие замечательные люди живут на Ярославской земле. Они из картошки делают резину. Вот такой вот заметный случай произошел в сборке на Ярославской земле. С правой стороны у нас уже бытовая жизнь в Ярославле. Мировые промышленные предприятия и привлечение новых трудовых сил из других частей области, в частности, сельских районов, привело к тому, что нужно было строить жилые дома. И в начале 20 века, в 27-29 году, в 1928-1929 году, активно начинает состраиваться район, прилегающий к строящимся заводам. И начинают формироваться такие дома полуобщежитийного типа, с длинными-длинными коридорами, и с общими комнатами, и с небольшими комнатами, расположенными на этажах. Такие вот коммунальные квартиры. Эти коммунальные квартиры расположились на одной из длинных улиц Ярославля, которая носила название сначала улицы Отто Юрьевича Шмидта, а с 1927 года эта улица получила название Краспетта Рейнка. Вот Краспетей, но вот эти лески, которые с правой стороны они как раз выводят на эту одну из больших магистралей Ярославля. В самом ближайшем месте в центральной части Ярославля, в его исторической части, был разбит жилой массив, и одновременно с этим развиваются и промышленные предприятия. Вот серое здание с красной полосой, с вышками, с бюлайновскими, это когда-то был завод по изготовлению насосов. Это завод Красный Майяк. Ну, в настоящее время это один из крупнейших торгово-облистных центров и развлекательных центров на территории Ярославля. И ночные кнопки здесь расположены и рестораны, и офисы. То есть, вот такое вот многогранное предприятие, которое символизирует уже современную жизнь Ярославля. Мостик-реодукт между двумя сводами оврага объединяет набережное в единое целое. А вот если подняться мир вот по этой дорожке, по этому спуску, то можно оказаться на площади, которая сейчас носит название Октябрьской площади, так как она прилегает к одноименному Октябрьскому автомобильному мосту. А изначально это была торговая площадь, и носила она название площади Калашной. Находилась она в металинку от монастыря. Монастырь, который носил название Петровского монастыря. От Петровского монастыря осталась только небольшая церковь. Во имя Параскирой Пятницы и коллагольная церковь в настоящее время является действующим. Петровский мужской монастырь тоже один из тренейших монастырей на территории Нерословского края. К сожалению, память о нем сохранилась только в названии улиц и населенных пунктов. А площадь носила название еще и Калашной, потому что на этой площади были торговые ряды, а на торговых рядах торговали калачами. Калачи – это такие вкусные, зубные бухи, которые всегда получились с спросом как у приезжающих на торги и на ярмарке, так и у местных жителей Ярославля. А вот отсюда с автомобильного моста и вплоть до самой стрелки это уже историческая часть города, территория, которая охранялась и запрещена современное многоэтажное строительство и сохраняется память и архитектуры, в том виде, в каком они были динфиксированы в 2005 году. В основном, эта архитектура в середине 19-го века и начало 20-го века исключительно составляет конечно храма. И храма в Ярославле, как я вам уже провела, датируется в середине 17-го века. Снеплоток нас возворачивался, включало, сразу включало на такую желтую таз и сейчас она больше чем шестой. Это здание для обучения девиц высшего духовного звания, то есть родимец, который получали помимо следствия, еще и духовное образование. Вот это компольное сооружение, это небольшая такая церковь, домовая, для совершения богослужения, для соблюдения всех ритуалов при процессе обучения. В настоящее время в этом здании расположены управления северной уже местной дороги. Стояли у основ создания этого города, а здесь, в родном Ярославле, они выделили средства на постройку на Волжской набережной храма в честь Рождества Христова. Мы вновь с вами едем по улице Советской. Она когда-то отходила от площади Советской, но в дореволюционные времена получила название улицы, ее называли улица Ильинская. Создается, буквально, вызывает узубление тот самый храм Ильи Пророка, где сегодня вы были, и где множество фресок. Если тогда в советские годы многие храмы взрывались, так же, как, к примеру, Успенский собор, каким образом удалось храму Ильи Пророка в центре города напротив администрации сохраниться. Каким же образом этот храм не пострадал так же, как и многие другие, и ему удалось сохраниться напротив зданий администрации. Этому есть объяснение. Тогда, когда начали взрывать другие храмы, поступило предложение в этом самом красочном, самом расписанном храме Ярославля создать антирелигиозный музей. И такой антирелигиозный музей просуществовал здесь до 1979 года. Мы с вами едем сейчас мимо сквера. Посмотрите, пожалуйста, детский сквер перед вами появляется с множеством площадок, которые здесь как раз-таки для детей собраны. Здесь есть все, в том числе деревья, где скрыться можно от тени, туалет, здесь летние верандочки, вы видите. Допустим, вот как это. далее показалось красочное здание со старинными фонарями. мы сделаем кругом. Вот это здание со старинными фонарями появилось в 1911 году. Но место здесь было еще до того, как появилось здание облюбованное, поскольку здесь когда-то начал первая репетиция со своей труппой Федор Григорьевич Волков. Ему стоит памятник в сквере. Смотрим направо. памятник первому русскому драматическому артисту и режиссеру постановщику Федору Григорьевичу Волкову. Основатель первого провинциального театра. Мы едем с вами по площади, которая в честь созданного им театра смотрим на него с левой стороны. Ярославский областной драматический театр имени Федора Григорьевича Волкова. Здание появившееся в начале 20 века. Но на том месте, где стоял первоначально деревянный комплекс сооружений, созданный еще для труппы Федора Волкова. Сам он был родом из Костромы, но в возрасте 9 лет с родителями приезжает сюда. Был послан на обучение Санкт-Петербург и там увлекся театром. Приехал обратно и здесь основал из друзей первый театр. Посмотрите здесь древнегреческие музы на вершине находятся и здесь самые новейшие постановки проходят, а мы с вами с правой стороны видим сквери памятник Волкову. И теперь вновь оглянитесь в левую сторону вдалеке будет виден в центре города находящийся Казанский монастырь. Некогда здесь был рождественский девичий монастырь, но пришедшиеся до польские войска разгромили и сожгли его и собираться монахи не стали уже вокруг иконы в честь Казанского образа Божьей Матери и в конце концов появился здесь новый Казанский монастырь. Его купола нам были видны в проеме за драматическим театром. Мы едем с вами мимо, будем ехать мимо торговых рядов, на углу находится здание банка, оно буквально пристроено к облической или знаменской башне. Когда город разросся, то от древнего города дальше за посадом так называемого построены были новые деревянные стены и каменные башни между ними. А разросся город и все торговые ряды были обустроены вот здесь. Они должны были быть одинаковыми влево и справую сторону отходящие от ротонды. И поэтому именно в центре будет смотрим сейчас между деревьями круглая ротонда. Увидели куполочек ротонды? Однако с левой стороны от ротонды торговые ряды мы увидели правее. А с правой стороны торговые ряды были разрушены в период контрреволюционного мятежа. Были разрушены в период контрреволюционного мятежа и вместо них было построено вот это позднее уже появившееся офисное здание. Ныне его по крайней мере так называют. Так толпают. Ну давайте здесь лучше. Потому что мы лучше здесь слились. Попречка не может ли я? Что не может там сюда вот здесь давайте вас иските. Проверю. Вы нас воссаживаете, поэтому я туда посмотрю. Итак, Спасо-Преображенский монастырь появился в самом начале, первый раз в 1316 году, в 1216 году. То есть это самое древнее сооружение. Сначала, а точнее, с тех построек, которые были у вас здесь в 13 веке, не сохранилась, большая часть построек действительно сгорела. Постройки, которые в настоящее время находятся на территории Спасо-Преображенского монастыря, которые иначе могут называть Ярославским Кремлем 16-19 века. Из построек 16 века мы с вами видим... И, пожалуйста, немножечко сделайте два... Смотри, как ирис. Из построек 16 века, в том числе, в честь которого сам монастырь и получил название «Спаский монастырь и Спаский того Центра». Когда-то был расписан мастерар, ярославский монастырь, но, к сожалению, в начале 19 века он прошел реконструкцию и переделку. И мало что осталось от того самого 1501 года, от начала 15 века, когда он здесь действительно строился. Потом, позже, появляются другие, в данном случае, спустя столетия, появляются Белейный и Братский корпус. И посмотрите, как устроен этот Братский корпус. Для того, чтобы брать или Миннициале войти, соответственно, можно было как снизу в нижнюю часть, так по лестнице в нижнюю часть, таким образом люди не пересекались, попадая на верхнюю и нижнюю часть, как бы лестница при этом располагалась вверху. Таким образом, вдоль стены тянется череда вот этого келейного и Братского корпуса. Монастырь сыграл свою значительную роль в истории России. И в первую очередь, эти самые стены, которые вы сейчас видите, вот присмотритесь, являлись действительно стенами-крепостями. И им пришлось осаду выдержать в 1609 году, когда подошли сюда польские войска. И тогда групп не дал пройти внутрь Ярославля. И в 1609 году Спасский монастырь выдержал 24-дневную осаду польско-литовских войск. В данном случае эти стены как раз-таки тогда же и только что были отстроены в начале 17-го века. Ну а спустя какое-то время, а именно спустя 3 года, внутри этих стен собиралось огромнейшее количество войск. Здесь, в данном случае, именно, точнее сюда, в Спасо-Преображенский монастырь, приходили отряды из Костромы, из самых отдаленных мест. Потому что здесь были те самые войска народного ополчения, миненных и пожарств. На память о тех событиях здесь пособлены. Была вот эта самая копейка, которая в увеличенном объеме. Действительно, здесь проходил совет старейшин. Совет старейшин получил название «Совет себя-земли». Здесь чеканили собственную монету. Конечно, она не была столь огромной. Она была объемом с ноготок на наших низинчиков. Но в данном случае, именно это изображалось всадник, соответственно, стопьем. Отсюда и название «Копейка». Всадник, стопьем и, соответственно, копейка. То самое название и дано. Но в данном случае, вы видите, что здесь из найденных запасов, но несколько раз увеличили это самое изображение. Итак, перед вами та самая копейка 1612 года. Ну а теперь о событиях 12-го года рассказывать новую, поставленную недавно в памятнице. За монетами нужно подойти потом, и вам помогут отпечатать. Подмомать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 И храм в данном случае, подобно Ростовскому, имеет горизонтальное направление, то есть не колокольня, а именно звонница, где находится и куда можно подняться в период Светлой Седмицы после Пасхи и ударить в колокол. Ну а вы же можете не в колокол ударить, а подняться по винтовой лестнице. Ну, на смотровую площадку. Вы видите, на самой вершине. Вот на самой вершине. Поэтому подниматься туда можно будет с большим трудом. Спускаться с еще более трудом. И, конечно, честь и хвала тем, кто откажется, но времени остается не так много. Вот те самые шипы, символ, вот своеобразный, символ значимости и величия того места, где они создаются. Поэтому это не несет в себе какого-то, это просто символ величия города или монастыря. А монастырь действительно свою роль сыграл в истории русского государства. Не случайно. В XVIII веке он сходил в число 16 крупнейших монастырей России. Поэтому в этом случае это некий признак весомости, величимости и значимости монастыря. Итак, далее за церковью Ярославских чудотворцев есть маленькая часовня с левой стороны и стоят колокола. Вот эта часовня в честь святителя Трифона. Когда-то он стоял у основ создания Тулкского веденского женского монастыря. Если пройти туда, прямо, мимо часовни, часовной с левой стороны и в арку, то будет необходимое в дороге к заведению. Пройти в арку. Далее, пожалуйста, сейчас науточку дозволю. Обратите внимание, можно подняться на звонницу, посетить туалет. Дальше посмотрите, пожалуйста. Первый ларечек под крышей. Там, соответственно, иногда, ну, не знаю, кончается там или нет, но...